привет народ с вами варчик в этом видео я вам расскажу про лору 40т последнее время очень много беру третьих отметок и очень быстро на прям танках 8 уровня так получилось что лора 40т была самая первая и как ни странно на нем было легче всего получить третью отметку видимо все из-за того что лора 40т это танчик на котором нужно реализовывать ситуации на карте самое главное за счет чего вы будете получать много урона либо урона с вашей помощью а это урон по вашему засвету избитой гусеницы только эти три циферки идут в отметку для того чтобы все эти цифры набивать активно и много для того чтобы получить третью отметку на лоре и чтобы в принципе если вы на ней играете понять что на ней нужно делать самое главное это реализовывать ситуации на карте которые происходят или создавать их самому мы не должны светить мы не должны играть на первой линии мы должны создавать такие ситуации чтобы мы накидывали бесплатно по врагам мы должны смотреть когда они на кд когда они отвлечены и наказывать их за это если они подставляются при этом в момент наказания врага нас тоже никто не должен наказать то есть мы должны выехать безопасно и настрелять столько сколько позволяет враг мы всегда должны это делать безопасно на карте мы должны видеть кто где отделился или кто где подставляется также у нас есть феноменальная скорость танчик этот летает очень хорошо благодаря этой скорости мы очень часто в бою можем менять свое направление менять фланги позиции мы можем очень часто менять позицию для обстрела вражеских помойчик ключ к этому танку тактика знания карт прострелов внимательность и понимание как работает картошкина игра если вы знаете механики этой игры понимаете как все работает лора 40 тонн это простейший танк для набивания трех отметок при том что планка у этого танка примерно как и у всех популярных прям танков хороших 3100 3100 суммарного урона и урона по вашим разведанным все это сделать довольно таки легко у меня поскольку по тактике по миникарте я можно так сказать чуть ли не эксперт карту вижу где быть знаю куда ехать для того чтобы победить тоже понимаю где бесплатно настрелять много урона тоже я все вижу и как только есть возможность куда-то поехать я еду пассивное набивание урона по танчикам которые подставляются это то чем я очень долго занимался на многих с тэшках которые являются танками поддержки поэтому лора 40 тонн получилось самый простой в набивании трех отметок на ней он сильно даже не нужно думать какие модули ставить какое там оборудование обычное стандартное оборудование для набивания просто урона приводы наводки стабилизатор вентиляция и все да конечно просветленка тоже бы типа помогла чтобы набивать в отметку циферки за света но вот беда в том что я на лоре и не пытался и нет смысла на ней пытаться светить хотя бывали ситуации когда я на лоре насвечил даже по несколько тысяч за бой в последнем финальном бою на лоре 40 тонн я очень много набил урона по засвету потому что был бой на прохоровке и так получилось что у меня была очень выгодная позиция для засвета а союзник стоял набивал мне этот урон по разведанным пока я стоял впереди него в кустике и безопасно светил и никакие там просветленки сетки рога мне для этого не понадобились поскольку грамотное занятие позиции иногда и само принесет мне очень много циферок которые пойдут в эту самую третью отметку может быть для кого-то это будет очень сложный танк не только в набивании трех отметок а в принципе для того чтобы просто на нем играть но самое главное чтобы хорошо играть на лорке это понимание что происходит в бою и где в какой момент нужно находиться мы не должны ехать сами по флангу мы не должны быть на первой линии мы не светляк мы никому не должны светить мы должны по максимуму использовать свою команду и только в конце боя мы можем нагло ездить как попало по карте если танков в бою осталось мало наша скорость ключ к победе мы можем заехать с любой неожиданной стороны и довести бой до победы да конечно лорка обладает кривой пушкой но мы не должны заезжать в такую ситуацию чтобы каждый снаряд решал выживем мы или нет мы должны безопасно отстреляться и дальше в безопасности находиться или перемещаться тоже в безопасности иногда возможно можно разменяться хпшкой с врагом он нам выстрел моему барабан смотря какая ситуация в бою лора 40 тонн покажет какой вы тактик в игре world of tanks если вы тактик нулевой то и результат на этом танке тоже будет нулевой а стрельба в картошке на таком танке это просто количество снарядов чем больше вы будете стрелять с танка тем больше шансов что часть снарядов зайдет с уроном при этом вы еще должны стрелять так чтобы именно только вбр мог запороть ваш выстрел если вы еще и сами мимо стреляете то помимо вбр еще и вы ухудшаете процент пробития врага если пушка кривая это не значит что с нее нужно стрелять мимо врагов очень часто замечаю что люди и сами плохо стреляют но решат на вбр если вы идеально стреляете то часть снарядов всегда будет залетать с уроном вам лишь нужно делать так чтобы после того как вы отстрелялись вы не отправлялись в ангар в принципе лорка замечательный танчик до пригорает от стрельбы ее но если учесть то что мы должны много стрелять и часть снарядов по-любому будет без урона потому что пушка кривая а у нас есть скорость для того чтобы находиться в безопасности то в целом танк интересный интересный для меня не сложный никакого труда в принципе в трех отметках не было с вами был варчик играть красиво всем пока а вот а 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 Субтитры сделал DimaTorzok